Всем привет! Известной актрисе Ольге Волковой сейчас уже 81 год. За это время она исполнила множество главных и второстепенных ролей. Зрители знают её как актрису, умеющую придать изюминку каждому персонажу. Ольгу считают очень хорошей актрисой второго плана, хотя её талант позволяет ей отлично справляться и с главными ролями. В её фильмографии сейчас насчитывается около 150 кинолент. Она сыграла в таких картинах, как «Небеса обетованные», «Подарок с характером», «Бедная Саша», «О чём говорят мужчины» и так далее. Она также пробовала себя в роли телеведущей. В 2013 году она вела программу «Осторожно, дети». Настоящее имя актрисы Ольга Политова. Фамилию, по которой её знают большинство зрителей, она взяла себе после замужества. Будущая актриса родилась в 1939 году в Ленинграде. Её родители были хорошими артистами, поэтому неудивительно, что она тоже решила избрать этот путь. Изначально актёрская карьера девочку не интересовала, её мечтой была работа археолога. Однако впоследствии, во время занятий в драматическом кружке Политова поняла, что это то, чем бы она хотела заниматься всю свою жизнь. Поступить в театральный институт у девушки не получилось, поэтому пришлось обратиться за помощью к родителям. Те воспользовались своими связями и помогли дочери пройти в ленинградский тюз. Уже в 1960 году Ольга получила диплом. На протяжении довольно долгого времени Политова работала в театре. Режиссёры кино ей не слишком-то интересовались. Когда ей всё же поступали такие предложения, она их всегда принимала, даже если роль была очень маленькой. Дебют Ольги в кино состоялся в 1962 году, когда она сыграла в фильме «Женихи и ножи». Но внимания зрителей она тогда не привлекла. Её полюбили после того, как вышел фильм «Летучая мышь». Карьера актрисы пошла вверх после того, как её заметил известный Эльдар Дизанов. Её личная жизнь тоже сложилась довольно удачно. Первым мужем Ольги стал Леонид Волков, который работал кинооператором. Актриса выбрала его, поскольку создавать семью с коллегой не хотела. Она считала своего мужа настоящим мужчиной и даже родила от него дочку Катю. Однако в скором времени супруги разошлись, так как оказались слишком разными друг для друга. Во время работы в ТЮЗе Ольга завела роман с Георгием Тараторкиным. У пары всё было хорошо, за исключением того, что маме актёра новая невестка совершенно не нравилась. Она не хотела, чтобы её любимый сын встречался с женщиной, которая старше него и имеет ребёнка от своего первого мужа. Следующий брак Политовой был неофициальным. Она жила с мужчиной по имени Николай. У них с Ольгой даже родился сын Ваня. Детство мальчика прошло в основном за кулисами. Неудивительно, что он тоже решил стать актёром. Его первый актёрский опыт состоялся в работе со знаменитой Алисой Фрэндлих, когда ему пришлось подменить актёра, который заболел. Окончив 8 класс, Иван поступил в училище Римского Корсакова. Затем он пошёл учиться в Ленинградский театральный вуз, а потом прошёл в ГИТИС. Он был очень обеспокоен своим образованием. Когда ему было 18 лет, ему неожиданно позвонил отец, захотевший познакомиться со своим ребёнком. Иван и Ольга приехали в Москву, чтобы юноша смог там встретиться со своим отцом. Для того, чтобы искупить свою вину перед ребёнком за долгое отсутствие себя в его жизни, отец помог Ивану поступить во ВГИК. Но сейчас Иван Волков достаточно редко появляется на экранах. Куда больше ему нравится работа композитора. Его первой женой стала Чулпан Хаматова, но они с Иваном прожили вместе недолго. У пары родились две дочери. После развода с их мамой Волков женился на Олесе Яковлевой, которая подарила ему замечательного сына. Его третьей женой стала Людмила Харитонова, которая родила от Ивана дочку. Говоря о личной жизни самой Ольги, нельзя не упомянуть Владимира Хавролёва, с которым она прожила более 30 лет. Они были счастливы вдвоём до того момента, когда Хавролёв умер в 2015 году.